Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем изучение трудных мест Священного Писания. И мы сегодня попытаемся ответить на вопрос, поменял ли Бог свое обещание. И мы рассмотрим 8 главу, 21-22 стих, и сравним этот отрывок со вторым посланием Петра, 3 глава, 10 стих. Итак, мы читаем 8 главу книги Бытия, 21-22 стих. «И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его. «И не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь во все дни земли сенья и жатва, голод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». А теперь мы посмотрим 2 Петра, 3, 10. Апостол Петр пишет. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля, и все дела на ней сгорят». С одной стороны, Господь в книге Бытия, после потопа, как люди принесли Ему умилостивительную жертву, Он говорит, что мир будет сохраняться. С другой стороны, в Новом Завете, 2 Петра, 3, 10, Господь как бы меняет Своё обещание и говорит, что земля и все дела на ней сгорят. Может быть, здесь мы имеем место с противоречием. О чём это? Давайте вспомним, что в Писании 9 глава, 14-16 стих, мы находим такие слова. «И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке, и я вспомню завет мой, который между мною и между вами, и между всякой душою живою, во всякой плоти, и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти». И будет, 16 стих, «Радуга в облаке, и я увижу её, и вспомню завет вечный между Богом и между всякой душою живою, во всякой плоти, которая на земле». С учётом этого контекста мы убеждаемся в том, что когда Господь говорит, что подобного не повторится, подобного тотального уничтожения, Он имеет в виду то, что такого глобального потопа водного уже не будет. И в Новом Завете на это обращается внимание, что первый мир, он погибает в воде, но это уже никогда не повторится, потому что второй мир сберегается именно для огня. Второй мир – это мир, в котором мы с вами живём, который начался после потопа и продолжается до сих пор. «Придёт же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Если так всё это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии нам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламенённые небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? «Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда Божия». Таким образом, конец чего-либо является началом чего-либо. Как во дне Иисуса Христа было очень расхожее такое представление о том, что человек рождается для смерти, а умирает для жизни. В настоящий момент люди накопили такой огромный ядерный потенциал, что, в принципе, они могут своими собственными силами осуществить ядерный Армагеддон. И у пророка Исаии говорится, «Вы изготовляете огненные стрелы на день суда, войдите, проклятые, в их огонь и уничтожьте друг друга». Когда представители власти хвастаются ядерным оружием, бряцают им, и страх наполняет всю планету, это очень печальное, настораживающее явление. И мы помним холодную войну, когда и со стороны СССР, и со стороны Запада раздавалось это бряцание ядерным оружием. В некотором смысле сейчас отношение нашей страны с Западом оказалось даже хуже, чем в период холодной войны. Но мы должны уповать на то, что верные смогут перейти через огонь Армагеддона. Они смогут выйти из любой ядерной катастрофы. «Ибо даже если и будут уничтожены наши тела, мы верим в воскресение их, а человеческая душа, она по определению бессмертна». Таким образом, мы не видим того, что Бог поменял свое обещание. Потопа действительно уже не будет такого, как во дни Ноя. Может быть, локальные наводнения, и такие случались, и будут случаться. Но потопа именно такого масштаба, как во дни Ноя, мы не ожидаем. В пустыне Сахара недавно нашли останки древних китов, которые оказались занесенными туда. в потоках потопа и их кости обнаружены в этой пустыне. Мы верим в то, что если нечто подобное и мы переживем в нашей жизни или, не дай Бог, наши дети, это еще не конец. Мир создан Богом для счастья и любви. И мы, уповая на Создателя, на Его заботу отеческую о нас, понимаем, что Господь никогда не пошлет нам испытания сверх наших сил, но в самом испытании, как сказано в Писании, Он посылает нам и некое облегчение. Будем уповать на это. И как во дни потопа, те, которые находились в Ковчеге, они не погибли, а Ковчег – это символ Церкви, так и во дни грядущего ядерного Армагеддона, хотя наши тела и могут пострадать, и даже быть уничтожены, наши души, если они преданы Христу, переживут радость в хождении в духовный мир, и сами наши тела воскреснут. Мы в это верим. В этом наша вера, надежда и упование. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах по тем или иным циклам, которые ведут разные священники на нашем портале. И берегите себя. Спасибо всех. Христос. Субтитры создавал DimaTorzok